Путин объявил войну Украине Если Путин хочет повоевать, мешать ему не следует За несанкционированный пацифизм можно отправиться в автозак 2 марта у здания Министерства обороны России группа миролюбивых граждан вышла с несанкционированным криком души Нет войне! Но голуби мира нынче не в фаворе В Кремле ценят ястребов да беркутов, которым с удовольствием предоставляют гражданство, стол и кров Руки, привыкшие к топорам и дубинкам, необходимы Путину Запах портянок, призванный заглушить дух свободы, разливается в атмосфере страха и конформизма А кризис идей подталкивает к опасным авантюрам Проходи, освобождаем проходи Непонент! Непонент! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Правоохранители особо не церемонились, активно задерживая несознательных граждан Всего было пресечено более 300 опасных вылазок москвичей, подхвативших антимилитаристский вирус Смерть военному преступнику Путину! Азор! Азор! Сознательные бюджетники понимают Путь к подлинному миру лежит через войну, зачистки и спецоперации По крайней мере в России происходит именно так и уже давно Вот сейчас принудим к любви Украину, а там и до Аляски рукой подать Она же тоже исторически наша Демонстранты клеймили фашизм, признавая У нас один народ, одна страна и один фюрер, то есть вождь И вообще слава Беркуту, предавшему украинскую присягу Но готовому присягнуть Путину, а то развелось недовольных Дубинок не хватает На фоне многотысячной демонстрации отъезд послов Канады, Британии и США Выглядел форменным бегством из страны, вновь ощутившей свое имперское величие Правда, вслед за ними из нашей богоспасаемой державы Могут убежать и последние деньги Но патриотизм нам дороже От него уже насытились упитанные чиновники, сенаторы и депутаты Глядишь, и народу перепадет Путин щедрый, накормит, напоит, догонит и добавит Сильная отцовская рука подняла Россию с колен, встряхнет и Крым Да так, что врагам станет тошно Фантомные боли умирающей империи могут сыграть злую шутку Как со страной, так и с ее населением Завтра отреагирует фондовый рынок, международное сообщество И похмелье может оказаться очень тяжелым Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин